Привет на моем канале! Сегодня обзор монитора под названием Samsung U32J590UQY. В общем, название длинное, лучше подойти поближе к самому монитору. Итак, для чего же я его взял? Да потому что он замечательный, он потрясающий. Со всех сторон, включая цену и совокупность всех этих обстоятельств, позволяет мне им заинтересоваться. Смотрите на него, любуйтесь и сразу скажу, монитор потрясающий. Но, безусловно, учитывая цену, вы же знаете, можно сделать и очень-очень дорогой прибор. А вот будет ли он долго работать? Будет ли со всех сторон хорош? Этот должен, потому что Samsung это классная фирма. Это подтверждает мой личный опыт. Итак, съемки я постарался сделать, чтобы вы увидели все. Это будет и вид сверху, и справа, и по центру чуть левее. То есть, со всех сторон вы можете обозревать монитор. Учитывайте, что эта техника, благодаря которой я снимаю, тоже имеет свои искажения и погрешности и в цветах, и в свете, и во всем угодно. Однако, добавить от себя я могу то, что говорю прямо сейчас в начале. А со стороны, справа, сверху и чуть слева по фронту, вы можете увидеть все сами. То есть, учитывая, что три микрофона разных, я постараюсь сделать их с разных сторон, чтобы вы присутствовали со мной на месте обзора и просмотра. Справа от монитора, а не до правой камеры. Она должна показывать, как все работает справа. Как этот монитор? Samsung все, в общем-то, справляется со своим делом. Так, теперь посмотрим, как работает другая камера. Сверху. Сверху. Как она работает? Тут будет видно. надеюсь, что получается на мониторе сверху. Всего ли тут благополучно, с изображением. Все работает, время пошло. Далее переходим на основную камеру. Это работа основной камеры, с фронта. Монитор виден по прямой, как я сижу около него, как он будет около каждого пользователя. И с этой стороны зрение наиболее удачно будет выглядеть. Ну вот, кое-как я настроил раз, два, три камеры и еще внутреннюю запись звука. Для того, чтобы скоординировать таким образом, что и звук у меня бы был лучше, чем в прошлом ролике. И вы бы могли видеть этот замечательный монитор, который я взял на обзор. Это необычный монитор. Это монитор Samsung с разрешением 4К. А конкретно 3840 на 2160 пикселов. Он перед вами. Разделен на два экрана. Тут дело вот в чем. Есть такая у него функция, и я сейчас вам ее покажу. Называется она, похоже, называется она режим PIP-PBP. И этот режим включен. Посмотрим, что будет, если я его выключу. Сработает ли эта система? Сработало, как видите. А теперь вернемся назад. Этот монитор может делать сразу два изображения с двух компьютеров. Как вы видите, у меня один идет из ноутбука. И если мы включаем такое изображение, то монитор делит себя надвое. И теперь я вам продемонстрирую, как работает эта всяка метель. Так, 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 так. Только что работало. Видимо, так как ноутбук не совсем новый, есть некоторые затыки. И так, вот ноутбук работает. И даже идет какая-то невероятная реклама, которой до сих пор не было. Это, видимо, спам. Скорее, это даже какая-то хакерская программа, которая загружена у меня в ноутбук. И не позволяет ничего смотреть, кроме как себя. Так, еще раз. А здесь я включу еще что-нибудь, чтобы вы убедились, что два монитора действительно работают. Здесь идет игра. Называется она Dying Light. Гейм почему-то. И так понятно, что игра. Игра замечательная, и, возможно, я в него проиграю. Но, конечно же, эта функция разделения на два экрана может, как вы поняли, давать возможность подключать к одному монитору сразу два компьютера. И это неплохо. Это дает возможность вам работать сразу двух аппаратов. И с этого я хотел начать свой обзор. Переключусь назад, так как теперь мне эта функция больше не пригодится. Вы обратили внимание, какой черный, черный смоленистый цвет у этого Сапсунга? Да, это просто шедевр. Раньше такого не случалось с любыми мониторами, которые у меня были. Несмотря на то, что я включил свет, чтобы антураж был более засвеченным, и картинка получилась вялой, но в дальнейшем я постараюсь ее нормализовать, то монитор там, где черный, при освещении. Смотрите сами. Для того, чтобы начать обзор, я бы вначале перешел к описанию этого монитора. Что же он из себя представляет? Тип матрицы доподлинно узнать мне не удалось. Дело в том, что в разных магазинах информация об этом разная. Там, где я его брал в Player.ru, одна, в другом магазине другая, а на сайте ее нет вообще. На сайте производителя Samsung. То есть непонятно, какая же матрица у этого монитора. Будем полагать так, что там, где я взял этот монитор, это магазин Player.ru, эта матрица обзывается как TFT VA, хотя она похожа, скорее всего, на матрицу VA. Размер ее в 31,5 дюйма. Разрешение, я уже говорил, максимальная частота обновления 60 Гц. Время отклика 4 милисекунды. На обратной стороне монитора вы видите два порта HDMI. О них пойдет отдельная речь, потому что они разные. Один DisplayPort. Значит, первый HDMI, второй HDMI, DisplayPort. Дело в том, что HDMI разные. Далее идет подключение наушников через тюльпан и, естественно, разъем питания. Здесь вы видите ножку, которая вставляется в монитор снизу. Это трудоемкий процесс. Я для вас воткнул и кабель HDMI, который входит в комплект, и питание, которое проходит через блок питания. И он достаточно необычный. От блока питания исходит еще один шнур, естественно, который 220 вольт подает прямо в розетку. Длина этого провода я укажу отдельно, чтобы вы видели и могли посчитать, если вдруг захотите поставить монитор дальше. Есть диск с драйверами, все документы, инструкция пользования и гарантийный талон. И кнопка включения это джойстик, полноценный джойстик для регулировки. Для того, чтобы разговор не шел впустую, а вы бы делали сразу два дела, слушая меня и наблюдая за экраном, я поставлю вам уже прокручиваемую мной игру в прошлом видеоролике. Однако там она у сорвалась и это было очень быстро. А теперь, пока я буду рассказывать про монитор, вы можете просмотреть, как она работает. Я не буду ничего перекручивать, если кто-то подумал, что в прошлый раз черно-белое изображение было потому, что у меня было что-то с аппаратурой, то это не так. Это игра такая. Там так происходит. Когда гонщик задыхается, то изображение становится черно-белым. и постепенно он начинает отдыхать. Так вот, если вы заметили, что на экране есть рамка, это у меня происходит для согласования голоса. Это мои технические особенности. Вы смотрите на цвет, на экран, так как у меня работает три микрофона, и мне надо совмещать. У меня тут свои сложности. Так вот, продолжим о технических особенностях и сборки нашего монитора. На нем стоит ножка, и она очень сложная. Как ее всовывать, это целая проблема, но я разобрался. Главное, правильно ее вставить, потом надавить, и очень большим усилием всунуть, но так, чтобы ничего не сломать. Ножка состоит из двух частей. Первое, необходимо так воткнуть, как я говорю, а высовывать ее надо так же аккуратно к нему, к этому всовывателю, на винте приделывается двуногая лапа. На одном винте, у которого есть специальная душка, она поднимается, и вы закручиваете, даже не нужны отвертки. Благодаря этой ноге монитор может двигаться вверх-вниз, изменяя угол наклона, чтобы вам было удобно. И вот как он выглядит в выключенном состоянии. Вот это блок питания красивый, правда, он, в общем-то, особенный, таких раньше блоков питания никто не делал, но Samsung и здесь решил постараться отличиться, и он это сделал совершенно верно. Мне понравилось. Вот это лапа с двумя пальцами, и вот он, сам Samsung на коннекторах провода HDMI есть специальные защитные колпачки. Так что всё сделано как нужно. Монитор, конечно, не обладает безрамочным дизайном, но думаю, что внушительный его габарит будет работать на вас своим изображением, качеством. А вот так он выглядит сзади. Рядом с монитором стоит клавиатура Red Dragon замечательная клавиатура и стоит совсем недорого. У неё даже вверху есть логотип, обратите внимание, и он тоже светится. Клавиатура очень высокого качества изготовления. Максимальная частота обновления 60 Гц, время отклика 4 мс. Угол обзора горизонтальный 178 и вертикальный 178 градусов. Итак, что же в нём замечательного? А то, что вес у него 3, прошу прощения, 8,3 килограмма. Он очень тяжёлый. Да, я не шучу. Два телевизора, которых я нёс вместе с этим монитором, весили столько же. Два телевизора я нёс слева, а справа вот один этот монитор. По крайней мере, мне показалось, что значительно тяжелее одного телевизора. перейдём к меню настройки. Это очень важно, потому что по сравнению с другими мониторами разных фирм, эта настройка одна из лучших. Правой рукой берётесь за правой край экрана и нажимаете на кнопку джойстика. Справа это переключение на разные изображения, на разные сигналы. Поэтому мы пойдём сразу в изображение. Ну, тут ещё есть всякого рода регулировки. Итак, наклоняя джойстик вправо, вы попадаете в меню, в котором есть яркость, контрастность, чёткость и регулировка цветов. Яркость здесь стоит на 86. Сейчас попробуем крутануть. Так, не так, не так. Нажимаем ещё раз, понятно. Итак, яркость уменьшается, увеличивается. Те настройки, которые вы видите, я настраивал по собственному вкусу. И я скажу, что запас у него, несмотря на контрастность изначальную хорошую, очень мощный. Несмотря на то, что здесь контраст стоит 100%. И чёткость есть ещё цвета. Взгляните на него. И если вы добавите ещё красного, зелёного, синего, то вполне возможно контраст изображения и яркость ещё усилится. Но, конечно, это только благодаря цветов. Оттенок пользовательский. Потому что я выбрал гамма режима 3. Раньше, когда я регулировал мониторы, мне не удавалось на самом нижнем пороге получить хорошее изображение. А тут мне показалось, что это самый классный режим. Итак, каждый может выбрать это под себя. Я выбрал номер 3. И что же здесь ещё? Отдых для глаз. Я этим не пользуюсь. Экран становится жёлтый, ужасный, даже страшно включать. Игровой режим выключен. Я этим тоже почти никогда не пользуюсь. Но, думаю, если вы включите, вы ничего не потеряете. Время отклика самое быстрое. Размер картинки широкий. Итак, что же вот это такое? А это преднастройки цветовые, в которых вы можете выбрать сразу стандарт кино автоконтраст. Стандарт кино автоконтраст. Моя настройка. Зацените, что лучше на ваш взгляд. Как видите, можно выбирать другие преднастройки. Я в последнее время стараюсь выбирать, делать свои, подстраивать цвета так, чтобы на каждой картинке прорисовывалось максимальное качество цветов и максимально радовали мой глаз. Не знаю, как вам. А меню просто сказка. Если сравнить со многими другими мониторами, когда там надо регулировать кнопками, когда нужно двигаться на ощупь, да, здесь тоже как бы стоит джойстик, но сзади, но немного привыкнув, вы понимаете, какое восхитительное качество и продуманность при таком методе настройки. Даже трудно предположить, что лучше. У более дорогих моделей Samsung здесь прямо на передней панели есть все кнопки и все переключения. Однако все же в последнее время Samsung стал почти во все, насколько я знаю, модели дешевые, дороже ставить джойстики. И это действительно удобно и очень хорошо. Это позволяет не только просто пользоваться настройками, а наиболее комфортно. это значит, что наиболее лучшее изображение вы получите. Обязательно. Что еще я хотел отметить важное в подключениях. Дело в том, что не каждый HDMI работает однозначно. В комплекте, конечно же, есть провод HDMI, но подключение интерфейса 2. HDMI, HDMI 1 и HDMI 2. И что интересно, если вы подключите к HDMI 1, то он способен воплотить вот эту функцию, разделять один экран на два. Но именно при HDMI 1. Если у вас будет включено в HDMI 2, он обязательно засветит рамку, в которой предупредит вас, вам нужно переключить на HDMI 1. Одновременно получить изображение в 4К по HDMI вам обязательно нужно переключить в HDMI 2. На HDMI 1 он сделать 4К не сможет. Но это не панацея, как вы знаете. Чтобы получить достойные 60 Гц, как правило, применяется порт дисплей, дисплей-порт. Поэтому, так как здесь имеется дисплей-порт, вы подключаетесь запросто к нему и получаете ваше 4К на 60 кадров в секунду. Что касается других настроек, как я уже сказал, и вы видели, что при подключении функции разделения экрана на два поступающих сигнала, здесь появляются и источники звука, и размер картинки, и контраст. Видимо, он появляется только после того, как вы подключаете несколько источников к одному монитору. Второе. Здесь настройки, как вы видите, языка и прочее, прозрачности. Как правило, у Samsung всегда это все идет сразу в предустановленном нормальном состоянии. Я этим никогда не пользуюсь. Самодиагностика тоже не приходилось. Я вам могу пролистать и этим я тоже не пользуюсь. Но здесь, по-моему, нет никаких проблем разобраться, если вы захотите. У Samsung настолько все четко, и как вы видите, на нашем родном языке льва толстого. Так что милосты прошу, к нашему не гляжу. Ну а теперь посмотрим всем известную игру Call of Duty и проследим на ее изображении, как наш монитор. Но вот у меня напрашивается сказать, что этот монитор очень похож на тот монитор, который у меня есть в обзоре, и он очень пользуется интересом пользователей, интересом покупателей мониторов. Кстати, вы заходите в магазин Play.ru или пройдите по моей ссылке. У меня внизу я обязательно оставлю ссылки на магазин, где находится этот телевизор. Сейчас он там стоит порядка 22 тысяч. И такой монитор дешевле вряд ли можно купить, тем более где-нибудь в другом месте. Так вот, с того же магазина у меня есть монитор Samsung U28 и 59 00. И у меня напрашивается сопоставление с тем монитором, так как они, мне кажется, очень похожи. Но здесь, как я вижу, убраны уже все проблемы, и нельзя предположить, что этот монитор как бы сплошное TN, TFT и так далее. здесь уже VA. Как я уже сказал, однако, доподлинной информации на самом Samsung я не нашел. Но что-то мне подсказывает, что доработка своих замечательных недорогих 4K мониторов Samsung продолжает линейкой вот этого конкретного монитора. И такого изображения снизу из-под стола на нем уже нет. Все отлично. То есть теперь со всех углов обзор совершенно не такой как раньше. Хотя по прямой он был всегда хорош. Что отличает Samsung это светящаяся поверхность экрана. Как бы вы ни смотрели с какого угла она не становится как бы сказать бесцветной. Она все-таки светится. Как будто с поверхности излучается свет. Это отличительная особенность и это позволяет делать экрана Samsung несколько другими. Я сколько общался с Samsung и за одну и ту же цену просто не нахожу равных. Ну посудите сами. У меня на обзоре есть монитор Lenovo. Он единственное чем отличается что у него есть колонки. но стоит ли за колонки 3 ватта и с сомнительным звуком отдавать столько же денег как за этот монитор. То есть вы должны иметь какие-то свои особенности покупать разные мониторы но мне как не очень прихотниму в этом плане пользователю нравится больше экрана большая яркость соответственно большей контрастностью четкостью и восхитительностью. Уж извините меня за этот пафос но мониторы Samsung меня всегда радуют и цена у них соответствует по-моему на всех на все 100% так что я хотел сказать монитор Samsung U28 который у меня есть обзор который видимо дал начало линейки вот этого стоящего перед вами монитора стоил порядка года назад всего лишь 13 тысяч рублей конечно 20 с лишним это сейчас дороговато по сравнению с 13 но изменения претерпел эта линейка претерпела большие теперь в общем-то могу сказать что она точно такая идентичная как IPS то есть я бы не назвал что IPS из тех которые я пока имел возможность проанализировать лучше чем вот это VA но в принципе ходит такая версия что VA страдает пониженным углом обзора возможно но для этого нужно просмотреть мне наверное десятка два три мониторов тем более верхней ценовой категории пока что у меня такой возможности нет поэтому я опираюсь на свой опыт который у меня есть и выложен на канале вы можете пройти просмотреть все это дело кстати обращайте внимание на правый угол экрана там время от времени вылазит подсказка такая буковка и в кружочке и там я кладу ссылки на свои мониторы и другую аппаратуру но вам может быть будет интересно сравнить эти мониторы с моими рекламациями на те которые я брал и с IPS матрицами и с тем монитором Samsung U28 о котором я говорил конечно ни один телефон из моих которыми я снимаю ни одна камера не передает столь эффектное изображение но я скажу что изображение меня потрясает я видел как этот монитор играет и в киберпанк последний так несмотря на то что игра проблематичная со всех сторон я удивился какое изображение получилось на этом мониторе это просто восторг оно дает такие цвета просто навряд ли сами телефоны которые вы видите вот которые снимают смогут дать это изображение но мне оно нравится да он не такой плоский и не страдает безрамочной формой безграничной безграничного пространства баунтлес дизайн так называемый но вы знаете когда вы смотрите на монитор вам как-то побарабаду насколько толстый он сзади и есть ли вокруг него ранки это больше эстетическая форма если вас не захватывает сам экран изображения то конечно захватит и дизайн но надо сказать вьюсоник который недавно тестиров настолько мне понравился что я он даже несколько переключил мое внимание от изображения я надеюсь что я еще проиграю на этом мониторе вместе с вами если будет смотреть какую-нибудь игрушечку чтобы и в нем разобраться как же это все играет на 4к а теперь я вам прочитаю нотификацию из магазина Play.ru что же сообщает он о этом великолепном мониторе монитор самсунг U32 G29 создан для оптимизации графической системы вашего компьютера и отличается частотой и яркостью изображения непревзойденная цветопередача и контрастность порадуют глаз самых искушенных и прихотливых пользователей ПК монитор что я кстати подтверждаю это действительно лучший монитор из того что я видел пока что ну я имею ввиду не видел в магазине а то что действительно тестировал имел возможность изо дня в день смотреть на него сравнивать потому что не так просто это все как я уже говорил вы можете купить монитор а потом расстроиться что он у вас плохо показывает потому что 2-3 дня и вы увидите что это было не так хорошо как в магазине как вам казалось монитор samsung u32j обеспечит аккуратное воспроизведение цветов широкие углы обзора и разрешение 4к чем бы вы не занимались и таблицами и маркетингами и планами и просмотром видеофотографий будет неизменно обеспечивать рабочие характеристики я в этом не сомневаюсь даже не буду тестировать знаете ли потому что глаз у меня наметан и я вижу что это так это так у вас все будет хорошо единственное что та белесость которая возникает при взгляде на эти мониторы с боков действительно есть но если вы отклоняетесь очень на большой угол и вам это не будет заметно при обычной работе либо при обычном пользовании монитора это скорее всего перехлест в обозрении и нереальные обзоры которые в общем-то и не нужны да и цвет качество выполнения монитора на очень хорошем уровне все сделано подетально можете удивиться но даже блок питания выглядит как отдельный маленький шедевр поэтому я его поставил прямо здесь у него верхняя поверхность отполирована и сделана такая наводка решетки под верхним слоем которая отблескивает очень приятно и создает серьезную такую поверхность обработанную да это пластмасс но смотрится очень хорошо в духе последнего времени я расцениваю это как дополнительное украшение к монитору теперь вам блок питания не придется прятать где-нибудь под столом вам лучше поставить прямо рядом с монитором а теперь попробуем сыграть в игрушку который называть Dying Light эта игра не очень как мне показалось высокого уровня графики однако мы сейчас увидим черный свет да что надо отметить у этого монитора очень высокий уровень низкий уровень то есть очень высокий черный и низкий порог черного цвета замечательно великолепно потрясающе редко какие мониторы я думаю за такую цену так вообще никакие почти что так нажмите пробел чтобы продолжить нажимаю и попытаюсь и попытаюсь сыграть 4k а я вам показал разрешение нет ли наверное зайдем и посмотрим посмотрим параметры видео так видео и что параметры видео а вот кричит он сильно а вот видите вот пожалуйста 3840 на 2 160 и так компьютер мой орет ему давно уже пора делать апгрейд шутка попробуем здесь что-нибудь сделать я нашел какие-то бинты и у нас есть здесь раненые я уже здесь был чего-то я делал может быть мы выйдем на свежий воздух чтобы посмотреть что на самом деле а вот он так буковка русская буковка а пожалуйста ладно спасибо теперь я о нем позабочусь ну наконец-то а то я думал что-то ему еще нужно плюс 250 молодец но хотел хотел с тобой обсудить а то держит меня здесь не за крутого бойца а за клоуна кто такой клоун профессиональный дурак так силовой кабель нажимаем нажимаем на букву а выйду я отсюда либо нет и куда мне идти надеюсь он еще здесь а вот и крыша и а и 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 что мне предлагается это сделать? Сейчас я наложу штаны. Вау, вау, вот это да! Вот это красота! Это потрясающе! Я не знаю, как там графика, но игра ничего так себе интересная. А вам предлагаю заценить Samsung. Монитор, так как на нём, играет очень хорошо. Очень, очень классно! Изображение мне очень нравится. А вот Рахим, наверное. Так, он меня, кажется, не видит. Начнём сначала. Теперь нам надо научиться бегать. Ну и на этом восторге будет самое лучшее время, чтобы закрыть свой сегодняшний ролик. Приходите в Play.ru, приходите по ссылке, которую я оставил внизу своего ролика. И вы найдёте там этот монитор, может быть ещё что. И удачи! Приходите на канал из счастливых покупок, радостных воззрений, просмотров передач, фильмов и всего того, что вам доставляет интерес. Это же, конечно, компьютерные игры. Это классно, в классном изображении, в классном качестве. Всего вам наилучшего! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!